Ну скажи. Ну вот, добрались до следующего пункта нашего меню. Ребята вытирают. Ну, красота. Поздравляю вас. Поздравляйте. С моей машины. Не надо пытаться тут примазаться. А я на красный. Ты белую себе выбирала. Вот и ездили. Не надо, не надо. Ты выбирала, ты еще и комплектацию заказывала. Я ждала, так что не надо, не надо. Хорошо, не подмазывайся, прекрасно. Как это? Академик стая? Академик стая? Оператор от Бога. Что туда поплю и в камеру? Что на нем написано. Академик стая. Мне нравится, чтобы у меня диски черные. Они будут выиграть. Приездную, чтобы не видеть. Ага. Ну как на шкоте, светлые диски. Видите, что там. Академик стая. Академик стая. Академик стая. Академик стая. Получается. Так. Везде, где у нас видимо получило. Вверху. 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 Вверху я там помимо не залову. Здесь? Нет. Здесь у нас находится конверт, он совпадает с ВИН-кодом, который в ПТС-ке, в нем находится код на восстановление ключей. То есть в случае утери ключа, либо если вы захотите заказать дополнительный ключ, то вам понравится, потребуется код, который внутри камеры для программирования. Здесь у нас находится сервисная книжка и руководство по эксплуатации. Все воедино. В которой все расписано. Первый сервисный интервал. Десять тысяч. Десять тысяч. Да. И потом пошло пятнадцать тысяч либо год. Нет. Потому что там первый раз, может, иногда же делаю там тысячу. Нет, нет, нет. Вот у вас здесь расписано. Десять тысяч либо год, и потом пятнадцать год, пятнадцать или пятнадцать. Хорошо. Вот. И здесь будет все расписано по сервисному интервалу. На каких от его, что меняется там, на каких от его. Ну, нет. Ну, нет. Теперь поделайте к авто. Я вам все расскажу. Держите. Это с собой. Это ключи. Это для для его. Это тоже с собой. Это тоже. Держите. Да. Спасибо. Спасибо. Держите. 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 Ну, в общем. Дополнительные ниши. Да, да. Ну, и еще. Да, здесь очень много места. Поэтому. Спереди она крепится к квадрамнику. Здесь у нас выдастся отверстие. Да, да. И она включается. Ну, я надеюсь, что она никогда её не приглянет. Вот. Плюс еще есть на этой зерке, с водеской стороны, приклеена Халил-помощная дорога. Здесь телефон горячей линии, 24 часа в сутки она доступна, 365 дней в году. Очень хорошая вещь. На удаленность от любого города до 300 километров бесплатно вызов эвакуатора. Сил аккумулятор приедут, прикурят, подвоз бензина, шиномонтаж. В общем, ну такая. И у нас уже некоторые клиенты попадали там с нашими дорогами. Ну да, особенно. Да, 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 да. Эвакуатор бесплатно привозят в ближайший отделительский центр. То есть вопросов никаких. Так, а скажи, кого его в телефоне? По коннекту задали вопрос, вот ждем ответа, потому что юрлицо еще не настроено. Мы попросили, можно липи. Ну просто у нас по сути физлицо не будет ездить. Да, ну сейчас же как бы получается. Ну да, 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 да. Вот лейтинг я задал, мне должны на этой неделе будет ответить. Я с вами свяжусь, тогда расскажу и как и что их приподключить. На этой неделе, да? Да, на этой неделе. Значит, ну водительская у нас по классике. Опускается джойстиком ниже-выше, под 45. Двигается вперед-назад. И здесь положение спинки. Ну ладно. Под круглой передачи сквозное отверстие, два USB. Один на зарядку телефона внизу, второй на подключение телефона к Android Auto либо Apple CarPlay. То есть если это iPhone, мы ничего не скачиваем, он автоматически синхронизируется. Если это Android, нужно будет скачать бесплатное приложение Android Auto. И в принципе, все меню телефона, WhatsApp, Telegram, звонки, сообщения, музыку прослушивать, подкасты. А видеоролики дублируют, если у тебя на экране? Нет. Ага, безопасность. Да, это безопасность. Но одновременно с этим вы можете просматривать видеоролики через флешку. А, то флешки типа читают. Китайцы, они немножко такие, мы за безопасность, но там мы, если уже нечисто, но не всеми руками. Ну и плюс навигация с телефона. Сейчас удобно, Яндекс.Запустил Яндекс.Плюс подписку и у кого она есть при подключении. Яндекс.Карты стали доступными. Да, она разносится прям на весь экран, очень удобно и достаточно информативно. Я теперь что, предлагаю запустить автомобиль, мы с вами выйдем и уже на заведенном по всем клавишам пройдемся. Да, конечно. Нет, кофе остывает. Или кофе сначала. Да, давайте. Давайте попьем, хотите попьем кофе? Да, давайте. Могу вас сфотографировать на фоне. Да, давайте, я сейчас режим фото. Клопают, Владож. Это традиция. А тогда давайте снимайте нас. Давайте. Ну давай. Давай. Подожди, ты сюда же торопишься. Протова? Да, ладно. Попьем. Попьем. А сейчас в обед, люди, 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 люди. Держи. Спасибо. Держи. Садитесь на куту. Я на Вальдожильское. Позволите? А, вы должны выехать? Нет, я вам просто все, ну, на заведенном не бы так удобнее. Не отстанусь. Ну, подожди, люди на обед сбегутся. Подожди, есть. Так, я ее, наверное, уберу. Робочку, да? Да, да, да. Потом, если надо будет. Она первое время у всех вызывала истерику. В плане, что там все на китайском и люди. И чего тут такого, что на китайском? А, вот. Ну, они думали, что это все на китайском. Она полностью вся заклеена, да. У язычка так. И это вам уже на домашнее. Это уже домашнее задание. Да, 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 все верно. Ручник здесь так сделан, что если вы не пристегнетесь, все, и он его и не отпустит. Ага, он так. Да, либо это будет ремень, либо это будет, ну, лучше ремень. Ну, вообще можно, да. С проблем с этим нету. Да. Шайба работает достаточно просто, то есть, сколько бы вы ее не повернули, вы включите режим драйв. То есть, одно движение рукой, включается драйв, в обратную сторону, да, включается задняя. Парковаться, когда вы нажмете на паркинг, она включит и паркинг, и ручник. То есть, вам по факту кнопка ручника, она номинальная. Ну, так, чисто номинальная для того, чтобы, если что-то... Ну, если да, вдруг на нейтральный, вы захотите ручник включить, то, в принципе, пожалуйста. Да, у меня тут тонна места. У тебя там тонна места? Ммм, даже когда у тебя далеко стоялось... Не едешь, потому что, да, вы на газ не нажали. Нажмете на газ, и наручник отпустит. Паркуйте здесь, где удобно. Мы можем, в принципе, и так остановиться. Около Шкоды давайте. Давай ближе к Шкоде. Давайте. Коробка такая, ура, можно ехать, говорит, ура, можно на сиденье наваливать. На дорогу смотри. Я не могу там экран показывать. Там телевизор показывать. Еще и траекторию рисовать. Если мы передом паркуемся, то кнопка включения камер, и уже, когда включаются камеры, вы по отдельности их можете выбирать. То есть, здесь 3D-модель вы строите, как вам удобнее. Двигаетесь. С любого угла. Да, 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 да. Задняя камера или передняя, ее можно несколько ракурсов делать. То есть, можно у нас сделать вид сверху, можно расширенную камеру, можно увеличить ее. То есть, вот он наш номерной знак, да, 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 рыбий нас. Ну, я пока ставлю там стандартно. Вот. Значит, управление климатом у нас. Вот мы просто нажимаем на температуру, всплывает окно. Вот. Вы под себя, я под себя могу настроить зоны. Можем выбрать, если не пользуемся, она, ну, скрывается. Можем выбрать, куда хотим, чтобы дуло, либо поставить автор режим, циркуляция воздуха, обдув лобового, обогрев всего лобового, либо подогрев зоны щеток. То же самое здесь с сенсорной панелью продублировано. То есть, включение самой климат установки, отключение кондиционеров, циркуляция, обдув лобового, подогрева. Ну, мы быстрые кнопки, короче. Да, 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 все верно. Эта кнопка у нас отвечает за автопарковку. То есть, нажав ее, она у вас спросит, что вы хотите выехать с парковки, припарковаться. Принцип, как у всех, в принципе, автомобилей. Мы с вами активируем автопарковку, едем по парковке. Если, допустим, это там параллельная парковка, проезжаем в свободное место, она вам скажет, остановитесь, нажмите на паркинг, отпустите ногу с тормоза, и все. Вы не тормозите, не нажимаете ни газ, ни тормоз, не трогаете руль, просто сидите и все. Она сама запаркуется, сама включит ручник. В общем, да, да, да. Я пробовал, мы даже на обучении пробовали, что ремень пропускали за себя и пересаживались на пассажирское сидение. То есть здесь никого нет, она все равно паркуется. Ну, такая, скажем, обманка по русской системе, да, автопарковки. Вот, а площадка здесь это под блютуз-зарядку телефона. Ну, единственное, что было главное, чтобы телефон поддерживал блютуз, да, зарядку и все. Отсеки под телефон, либо карточки. Автоколл, вагат, по-моему, тоже самое. Нажимает колодки, пробки, да. Два подстаканника. USB, значит, два у вас с вашей стороны, с моей стороны 12-ти вольтовая. Здесь у нас находится USB под видеорегистратор и антирадар. Дополнительные два USB у нас расположены здесь. Стихлоподъемники, зеркала, все по классике. С использованием зеркалом вы переключаете джойстик, и джойстиком уже вы двигаете, как вам удобно. Вот. Я вам поставил автоматически складывание зеркал. Если будет мешать, то в дальнейшем можно эту функцию отключить. Ну, прям, кто-то снимает. Да, 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 да. Вот. Если нужно принудительно сложить зеркала, где-то узкое будет пространство, то вы ее перещелкиваете вверх, да, 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 да. Перещелкиваете вверх, и они принудительно складываются. В зеркале находится индикатор мертвой зоны. То есть, если небольшая скорость, индикатор будет просто загораться, показывать вам, что у вас машина находится в мертвой зоне. Если вы разгоняетесь там больше 40 км в час, то помимо индикатора будет еще, ну, на дублироваться звуковым сигналом. Вы были в курсе, что вы попадаете в мертвую зону. Вот. По настройкам по безопасности и вообще по всем этим электронным ассистентам нажимаем мы на автомобиль, и вот у нас здесь управление. У нас все сейчас включено. Все включено. Вы можете выбирать, то есть, допустим, ассистент, поло-движение в полосе, контроль полосы вы можете поставить. Вы можете поставить и как и контроль, так и маневр. Я вам сейчас все включаю. Вы уже под себя будете там настраивать, как вам удобно. Вот это надо по тесте. Ставлю вам нормальную чувствительность. Так, распознавание пешеходов дорожных знаков. Я ставлю, что предупреждение... Нет, не буду ставить, а предупреждение скорости. Она будет... Предупреждение скорости. Да, у вас она будет дублировать на бортовой компьютер и на проекцию. Вот, все знаки, которые у нас, ну, на ограничения действуют. Монитор слепых зон я ставлю. Риг столкновения включен. Ассистент полосы включены. Задняя все включено. Так, ассистент движения впереди. Торможение. Я ставлю, да, все торможение. Пресс-перекрестка включен. Чувствительность. Я везде ставлю чувствительность нормальную. То есть, у нас сейчас с вами активированы все помощники. То есть, это дисплей. Это вот проекционно-лобовое. А, вот, можно... Мы можем ее настроить яркость. Мы можем ее отключить. Да, мы можем настроить ее высоту. Вот таким образом. Вот так лучше. Вот так? Да. Вот. Вы можете построить ее вращение. Опять же, содержание экрана. Можем поменять и на стандарт. У вас сейчас стандартный режим. Можно поставить спорт. Ага. Можно поставить и снег. Ага, снег-синяки. Да, да. Я пока на спорт. Ну, пусть пользуются. И вы уже под себя. По вождению. Вождение. Это у нас... Ну, такой самый важный момент. Здесь у нас, значит, центральный замок. Ограничение блокировки замка. Усталость водителя включено. Затем режим самого вождения. У вас стоит стандарт. Угу. Вы можете включать спорт, эко, либо снег. Ну, то есть стандарт это городской, город, трасса, спорт увеличенное количество. То есть передача около каждого он крутит более. Эко наоборот. То есть он может на 60 километрах держать шестую передачу. К примеру, там 1200 оборотов. Ну, напрямую это повлияет и на расход топлива. Вот. Подогревы сидений. Мы отдельно включаем задние пассажиры в дверях. У них свои подогревы. Также каждый включает. Ну, по освещению здесь вы уже настраиваете задержку фар. То есть функции follow me home. Освещение там, приветственное освещение салона. Ну, в общем, индикатор, поворотники, как у вас будет работать. То есть пока сейчас стоит все в стандартных настройках. Наше стандартное меню. То есть откуда мы попадаем. Это у нас аудионосители. То есть флешка. Радио. На радио мы включаем. Можем настроить радиостанцию. Ну, к примеру, мы сейчас с вами. Можно выбрать вообще весь поиск. Она в любом регионе выдаст вам все доступные радиостанции. И вы уже для себя в список, скажем, горячих клавиш, да, да, сохраните. И можете на ходу переключать, либо это делать сенсорно, как вам удобнее. Флешкарта уже запитана. То есть автоматически подключена. Надо вот единственное, что у вас только перевести на... Ну, если бы или физлицу, вообще проблем никаких. И таким образом мы с вами выбираем, ну, к примеру, DFM. И плюсом сохраняем. И дальше тебе... А, все, и так можно забить быстро станцию. Да, 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 да. Да, 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 все верно. Если хотим подключить телефон по Bluetooth, то тут, в принципе, никаких проблем. Включаем Bluetooth, подключаем, да. Если у вас есть шнур, можем подключить и шнур. Нет, лучше, раз с собой нету, а Bluetooth есть. Сейчас мы в Bluetooth снимем. У тебя только зарядки там. Да неважно, зарядки что-то. У меня нашли телефон, который бы поддерживал беспроводную зарядку. Поливаю, у них какой-то ценник. Это правда, что они такие дорогие? Ну... Так, а как он называется? У меня он какой-то блух. Давайте. Так. Нет, он должен нажать. Жолион. Жолион вон вон там. Сейчас он должен сопряжение сжечь. Ага. Сопряжение. Все, готово, подключено. Разрешится. И все, вы, получается, мы с вами попадаем в ваша телефонная книга. Вот, и здесь мы можем звонки ваши посмотреть, в вашу телефонную книгу, недавние звонки. Вы можете звуки, ну, аудио прослушивать. Если позвонят, то горячие клавиши у вас на руле принимать, отключать звонки. Голосовые команды. Здесь у нас тише, громче. Листание по трекам, на флешки, радио, на телефоне, подогрев руля. Этим нажатием мы с вами попадаем сразу в радиостанцию. Скажем так, да, горячая станция. Горячая клавиша. Что это? Да, на АМ переключается. Ну, она у нас просто на FM была, то есть буква М мы с вами листаем по радиостанции. Затем настройки самой мультимедией. Можно поменять, в принципе, дисплей изображения. То есть у нас сейчас тема классическая. Можно поставить такого темно-синего цвета. Я пока оставляю все на классике. Яркость, автовключение, чтобы затемнение было у вас. Ну, день-ночь, понятно. Да, 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 да. Настройка изображения. То есть это все вы уже под себя индивидуально. Дата-время настраивается автоматически. Так же, как, опять повторюсь, оно здесь запитано. Да, про бутуз вы спросили. Телефоны, да, достаточно такие. Да, так и есть, да. Это рынок как и предлагает. Что-то 50-60 плюс. Ну, то есть это какой-нибудь топовый Samsung. Топовый Samsung, iPhone. Ну, и китайский. Ну, они тоже сейчас там, по-моему, у них ценят. Ну, они тоже уже вылетели туда. Они посмотрели, что, в принципе, если iPhone покупают по 150, то... Почему бы нам по 50 не продаваться, да. Здесь у нас, значит, GLONASS. Наша настройка подсветки. Вот, можно поставить на открытие двери. То есть при открытии. Затем козырьки у нас все с трансформацией. С зеркалом, с подсветкой. Здесь большой датчик. В нем камера на адаптивный круиз-контроль. На распознавание пешеходов. На удержание в полосе. На распознавание дорожных знаков. У вас по умолчанию включены контроль вашей усталости. Там первые, скажем-то, 30 минут в пути она выбирает как точку отсчета. И потом уже сравнивает с начальными данными. И то, как вы сейчас едете, там, спустя час, к примеру. То, как вы ускоряете, как ли часто вы уходите с полосы. То есть все, опять же, эти помощники дают ей информацию. Если система понимает, что уже вы часто стали ошибаться, она вам предложит остановиться и попить кофе. По меню, получается, чтобы нам... Можно поменять само меню. Нож у нас полностью цифровое. Мы с вами зажимаем ОК. Попадаем в меню. Стрелочкой мы листаем. Здесь будет указана радиостанция. Ну, опять же, ваш подключенный телефон. По автомобилю информация. И мы попадаем в настройки. Выбор темы. Да, выбор темы. Мы нажимаем. У нас сейчас стоит... У нас сейчас стоит технологичная. Есть модная и динамичная. Динамичный самый такой любимый всеми. Потому что там приборная нами любимая цифровая. Да, да, да. То есть у нас на тахометр, вверху электронный спидометр, по бокам температура и уровень топлива. Ну, вы уже под себя поменяйте, как вам удобнее будет. Но оставь пока. Возвращаясь так. Что-то привычное. Стрелочками мы можем выбирать мгновенный расход, среднее время в пути, километраж, электронный спидометр, в каждом колесе давление и температуру и запас хода. Я пока ставлю на запасе хода. Да, потому что там, в принципе, пока ноль. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Это кнопки у нас с управления адаптивным круиз-контролем. То есть мы с вами выбрали нужную скорость, включили режим ожидания. Набрали нужную скорость, включили set-minus. Вы его активировали. Этой кнопкой мы можем выбирать дистанцию перед идущего автомобиля. То есть она может быть... Больше, меньше. Да, я вижу. Да, да, да. Вы ее можете сокращать. Адаптивный круиз начинает работать от 35 километров. То есть теоретически он... Да, мы его часто протестируем и по городу. Некоторые клиенты пользуются им по городу. Но если не, скажем так, интенсивное движение. Потому что тормозить он будет сам до полной остановки. Но когда остановится, у него включится спящий режим. То есть вам надо разогнаться и снова его активировать. Вот это движение не всегда всех радует. Аварийка. Она тут так аккуратно спрятана. Часто ее, да, все пропускают. Скажи мне вот это... А, это у нас что-то... Это автохолл. А, это он как раз показывает, что у нас автохолл. Вы его можете включить и отключить, как вам удобно. Вопросы? Пока нет. То, что у вас, кстати, не знак, это, наверное, то, что у нас топливо будет. Вот, красненький у вас, кстати. Да, да, да. Скорее всего. Это то, что я не пристегнут, и то, что у нас нет топлива. Миграют там красненький, может, бензобака. Говорит, ты друг, старше, постоишь еще и пойдешь с канистрой. Не, нормально, нормально. Если что, мы у вас приедем с поселом. Да, но тут есть бензин, мы заливаем, так что нормально все. Тем более у него полтора литровый мотор, турбированный, расход там не колоссальный. Вот, все, тогда я вас оставляю. Все, спасибо большое. Хорошие поездки. Мой контактный номер у вас есть. Вопросы однозначно будут. Не стесняйтесь, задавайте их. Я делаю обычно так, что это... Если что-то не разобрался клиент, вы мне позвоните, либо напишите в WhatsApp. Вот, я беру тестовый автомобиль, снимаю видео на тестовом автомобиле, как те или иные функции включать. И в отправил видео, да, вы по аналогии делаете то, что так проще, легче и быстрее. Вам и будет. Вы чуть-чуть только назад дайте. Новая машина не хотела бы обновить ее. А, дверь можно? Ну, да, 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 да. Можно к Шкоде. Да, мышь на ручнике, поэтому... Ну, он вообще, как это, показывает картинки прям... Камера, ну, вообще четкая. То есть... Так. Ну, нам-то надо тут оставаться, Саша. Ну, тебя выпустим. Мы сейчас перегрузимся там чуть-чуть со Шкоды и поедем уже сражаться. Поедете дальше. Все? Все, спасибо. Тогда счастливо. Все хорошо. До свидания. Спасибо. Как я умею. Ты умеешь или машина? Я умею. Машина это... О, Лёгок подкар. Она даже выделяет цветом. Говорит, ты смотри, чувак, там какая-то штука впереди. Так, штука там еще в полуметре, понимаешь? Не важно, штука впереди. А, нет, это я не сюда. Что ты поменяешь в этой машине? Там мне надо ниже высота. А, проекция? Во, во, вот теперь я и вижу. Это сюда даже не видно. А, вот да, я покажу. Может быть, так увижу. Задним пассажиром вообще не увидишь. Ну, так это же как раз... Нет, ты тоже не увидишь. Это камера не показывает. Держи. 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 молодой человек а то вы куда приехали домой приехал и писаюсь от радости звук сделай потише можно обалдеть от того что тут происходит короче он сам едет сам спускается с горы горит ноги убрал горит пошел отсюда вот так вот и сам такую и на дороге я такая разметка на портовой появилась там же центре разметки нет откуда там а в центре авно портовой мне такой говорит так левее правее ты чё дурак не видишь что ты прямо должен ехать вот так вот такой говорит давай друг все узнал перси прямо очень У него какие-то совершенно другие габариты По сравнению со Шкодой Но по крайней мере ты сидишь совсем по-другому Тебе кажется, что тут просто куда-то в другую сторону Слушай, ну площадки более чем достаточно Ты еще на краешек заехал Смотри, на краешек еще заехал Как бы там по летам Я же так и говорил Тут теоретически машину можно будет Передком Видишь, озон надо поливать Где лужи, там еще водичка стоят